Дорогие друзья, очень радостно открывать такую конференцию, которая готовилась давно, тщательно и на самом деле становится таким фактом истории не только консерватории, я думаю, всех здесь присутствующих. Я на это обращаю внимание изначально, потому что вы видите камеры, а это значит, что здесь присутствует группа профессионального телевидения Московской консерватории. Да, у нас теперь есть такая программа и мы фиксируем все, что происходит в стенах консерватории для себя и для потомков, потому что в четырех концертных залах каждый день что-нибудь происходит, но научная жизнь тоже бьет ключом. У нас вот на прошлой неделе здесь же была конференция, сегодня конференция, так что это на самом деле нас очень радует и прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение. Но сама тема конференции, она, я думаю, абсолютно бесконечна, потому что с одной стороны за обозримое время, прошлое, появилось очень много материала, причем не только статьи на тему модерн-авангард, но и целые монографии, и такие капитальные труды коллективные. Но чаще всего все-таки речь шла о архитектуре, о изобразительных искусствах, о мелкой пластике, то есть то, что действительно наиболее очевидно, как наследие этой эпохи великой. А вот проекция на музыку, самого понятия модерн, все-таки это достаточно долго не происходило. И вот здесь, в стенах Московской консерватории, в конце концов, появилась докторская диссертация профессора Скворцовой, которая как раз была ориентирована на эту проблематику. Но, хотя многое уже сделано, но, как я уже сказал, тема бесконечна. Бесконечна, потому что мы теперь уже получили такую призму времени, уже столетия, и спустя сто лет, конечно, очень многое видится иначе, и иначе воспринимается то, что происходит сегодня. То есть вот здесь, на этой конференции, есть такой акцент, и он очень для меня как раз интересен, такого самопознания на фоне вот этого исторического времени. То, что происходило сто лет назад, сегодня уже воспринимается как плодотворный кризис, потому что действительно состояние кризиса, оно изначально такое носит эскатологический оттенок, а потом окажется, что это как раз симптом некоторого рывка вперед. И вот, чтобы не быть белословным, я вам прочту одну цитату. Это Гердяев, который в 1914 году изрек следующее. «Архитектура уже погибла безвозвратно, и гибель ее очень знаменательна и показательна. С гибелью надежды на возрождение великой архитектуры гибнет надежда на новое воплощение красоты в органической, природно-телесной, народной культуре. В архитектуре давно уже одержал победу самый низменный футуризм». И вот это, собственно говоря, такой крик, он, причем чей, Гердяевский, он отразил, собственно говоря, то событие, которое очень скоро назовут конструктивизмом, функционализмом, то есть как раз той архитектурой XX века, которая, собственно, придет на смену и войдет в диалог с той культурой, которой она противостояла. Вот сегодня, наверное, интрига именно в этом, то есть что происходит на наших глазах, в каком смысле модерн и постмодерн, так сказать, образуют вот эту арку, и как это все выглядит в музыкальном мире. Мне очень приятно, что организация этой конференции была проведена в кафедре истории и теории исполнительского искусства Олимпетровичем Чинаевым. Он, правда, похудел за это время очень, но, тем не менее, сделал очень много вместе со своими коллегами, и это дает как раз вот тот специфический оттенок конференции, связанный с проблемами исполнительства. Вот этого, пожалуй, в таком систематизированном виде еще не было, и поэтому вот весь спектр проблем, которые здесь были обозначены, становится еще более целостным. Ну, сами видите, что конференция трехдневная, и, как всегда, у нас бывают, сопровождаются концертные программы, вот поэтому скучать не придется, и я хочу пожелать всем участникам, докладчикам и слушателям надворно проведенного времени. Спасибо вам. Я возлагаю слово уважаемому нашему почетному гостю господину Гюнтеру, который передаст приветственное письмо от ректора того вуза, в котором достойно преподают вам студентам. Ну, и перевод вы услышите тут же. Спасибо. 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 Профессор доктор Андреас Яковлев. Уважаемый ректор Московской консерватории профессор доктор Александр Соколов, паралектор профессор доктора искусствоведения Константин Земкин, уважаемые коллеги, в качестве ректора Фолькман университета искусств мне очень приятно передать через профессора Томаса Гюнтера свое дружеское рукопожатие. Господин Гюнтер уже много лет занимается изучением русской музыки первой половины XX века. Мы считаем привилегией и честью, что результаты этих усилий высоко оцениваются в вашей стране, и что вы проводите этот симпозиум в своей выдающейся консерватории. Музыка – это универсальный язык, который объединяет людей. Было бы очень ценно, если бы этот первый творческий огне мог принести еще большие плоды. Сердечным приветом ректор Фолькман университета искусств, доктор искусств, профессор Андреас Яковлев. Я тоже хочу поприветствовать всех участников конференции, наших гостей, прежде всего гостей из Германии, из Санкт-Петербурга, из Киева, из Ростова-на-Дону. Очень приятно, что такие актуальные темы объединяют ученых самых разных институтов. Тема, конечно, не может не привлекать, потому что с этой замечательной такой кризисно-плодотворной, действительно так оно и есть, согласно диалектике, кризисно-плодотворной эпохи, собственно, и началась наша современность. И обратите внимание, что название конференции в целом нет конкретизации, что это именно русский, русское искусство, русский модерн. Это имеется в виду везде, во всей Европе, во всем мире. Но, конечно, русский аспект, а именно так называется наш концерт, который будет завтра в зале Мисковского, русский аспект, он, конечно, особенно важен, потому что мы сейчас только, ну как сейчас, уже лет 10-20 прошло, как мы уже знаем хорошо имена и Абухова, и Рословца, и Масалова, и Улье, и Вышнеградского, и уже появились целые поколения специалистов, которые изучают этих композиторов, их музыка входит в жизнь. И, конечно, предстоит еще критическое осмысление, критический отбор с позиции современности. И, конечно же, хочется пожелать успеха нашей конференции. Уверен, что действительно эта бесконечная тема будет плодотворно развита и раскрыта. И в качестве такого фактически материального результата сразу могу сказать, что мы будем публиковать материалы этой конференции в нашем журнале «Научный местник Московской консерватории» в виде отдельных блогов, может быть, даже тематических выпусков. Поэтому очень прошу всех докладчиков не откладывать присылку текстов именно в том формате, в котором требует наш журнал. И очень всем благодарен буду за это. В добрый путь! Спасибо!